Как выглядит иерархия мировых спецслужб? Сегодня ЦРУ – это достаточно большой агентурный аппарат. Каждое из американских посольств, функционирующих в любой стране мира, под крышей посольства имеет резидентуру ЦРУ, в составе которой действует достаточно квалифицированный аппарат оперативных и технических сотрудников. И посольство Соединенных Штатов Америки в Москве не исключение. Одна из крупнейших резидентур американской разведки действует именно под крышей американского посольства в Москве. В ЦРУ также я отметил бы наличие очень большого и солидного информационного и аналитического аппарата. Потому что любая информация, которая поступает в разведку, она нуждается в тщательной проверке, в классификации. И в том, чтобы выводы и предложения, которые могут быть реализованы на базе того или иного разведывательного донесения, ложились в основу тех справок, которые готовятся для высшего руководства страны. Я, кстати, отметил бы, что директор ЦРУ ежедневно, утром докладывает президенту Соединенных Штатов Америки так называемую разведывательную сводку, в которой отмечается все то важное, что происходит и происходило в мире за минувший день с точки зрения интересов Соединенных Штатов Америки и принятия определенных решений политическим руководством США для того, чтобы воздействовать на те или иные процессы. ЦРУ по-прежнему занимается тайными операциями. Мы помним цветные революции на постсоветском пространстве, и не секрет, кто ими дирижировал и к кому лидеры тех или иных цветных революций приезжали для консультации. Естественно, Центр и Москва — это американские посольства в данных странах. На втором месте в этом рейтинге я бы поставил все-таки службу внешней разведки России и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Мы находимся прочно на втором месте. Конечно, если сравнивать те возможности, которые были у КГБ и у ГРУ во времена Советского Союза, то они были более масштабные, более глобальные. Сегодня, конечно, спектр и цель задач, которые стоят перед нашей военной и политической разведкой, меняются. Но по-прежнему, конечно, мы должны следить за всеми теми потенциальными угрозами, которые могут родиться вдалеке от российских границ, но потом получить какую-то материализацию в виде непосредственных военных либо политических угроз для нашей страны. К сожалению, я должен отметить, что вторая половина 90-х годов и начало 2000-х годов были не совсем удачными для нашей разведки, прежде всего для СВР. Это было связано с тем, что в центральном аппарате СВР и в ряде западных резидентур, которые мы имели в США, в Великобритании, очевидно, действовали кроты. Так на сленге разведки называются люди, которые одновременно, являясь кадровыми офицерами разведки, работают на иностранные спецслужбы. Мы потеряли ряд блестящих агентурных позиций и в центральном аппарате ЦРУ, достаточно вспомнить Олдрича Эймса, и, конечно, в аппарате Федерального бюро расследований. Это орган, который занимается внутри США, в том числе и контрразведкой. Здесь я назвал бы, конечно, нашего суперагента Роберта Хансона. Вот эти два человека были разоблачены, подвергнуты суду и получили пожизненные срока заключения. Естественно, их разоблачение — это предательство в наших собственных рядах. Но СВР смогла залезать раны, преодолеть через вот этот синдром неблагоприятный, который у нас сложился после распада Советского Союза, когда были массовые факты предательства, перехода наших разведчиков на сторону западных спецслужб. Сегодня мы можем констатировать, что СВР, так же как и ГРУ, достаточно эффективно реализует те задачи, которые ставит перед ними Кремль, как в области агентурного проникновения на территории ряда западных государств, так в плане борьбы с международным терроризмом. Хотя надо признать, конечно, что у деятельности разведки мы можем судить весьма опосредованно, потому что ведь самыми громкими успехами разведки являются ее самые громкие провалы. Как правило, мы узнаем о тех или иных успешных операциях, когда разоблачают наших агентов на Западе. Я все-таки надеюсь, что вот те потери, которые были у нас среди агентурного аппарата, они были нейтрализованы нашими новыми источниками, потому что Россия в качестве страны, которая активно пытается влиять на важнейшие мировые процессы, нуждается, конечно, в том, чтобы мы с помощью, прежде всего, агентурных методов, методов тайных операций получали доступ к тому, что думают и что планируют западные лидеры. Важно понимать, что те улыбки, объятия, которыми встречают наших руководителей на Западе, они несут в себе определенную долю двойных стандартов. На самом деле реализуются и рассматриваются сценарии, в том числе, недружественного поведения по отношению к России. Мы на примере Чечни имели вот эту вот политику двойных стандартов, когда фактически чеченский сепаратизм поощрялся и подогревался, в том числе из ряда западных столиц. На третьем месте, я полагаю, сегодня находится британская разведка Secret Intelligence Service, либо, как ее по-иному именуют, Ми-6. Это одна из старейших мировых спецслужб с огромным опытом и огромными традициями. Вообще британская разведка, она всегда отличалась скрупулезностью работы, точечными, эффективными разведывательными операциями. И, самое главное, такой вот долей коварства при реализации своих операций на территории той или иной страны. Вообще, я хотел бы сказать, что первый британский резидент в Москве появился, как это не покажется странным, очень давно. Это придворный британский лекарь, который выехал ко двору Ивана Грозного. И здесь в течение долгих лет, подвязаясь в качестве придворного лекаря, выполнял функции резидента, снабжая Лондон эксклюзивной информацией политического, военного и экономического характера относительно того, что происходит в московском царстве. В дальнейшем методы и формы британской разведки менялись. Самое громкое и эффективное дело, конечно, раскрытое нами, это полковник Олег Пеньковский, который одновременно работал и на англичан, и на американцев, был разоблачен органами КГБ, впоследствии расстрелян. Это вот наиболее такое громкое дело, связанное с противодействием, в том числе британскому шпионажу на территории Советского Союза. А в дальнейшем мы помним и раскрытие предательства полковника Олега Гордеевского, который исполнял обязанности резидента КГБ в Лондоне, а фактически являлся британским агентом. К сожалению, смог во время нахождения в отпуске в Москве высказанность из-под наблюдения органов контрразведки, которые уже фактически готовили его арест. Был вывезен в машине одного из британских дипломатов в Финляндию и сегодня благополучно проживает в Великобритании, пишет мемуары и критикует, так сказать, те порядки, которые существуют сегодня в Российской Федерации. Но до него руки наши контрразведки до сих пор так и не смогли достать. На четвертом месте, я полагаю, сегодня находится израильская МОСАД. Это боевая спецслужба, очень эффективная, с огромным опытом работы. И одной из особенностей МОСАД является проведение боевых операций по ликвидации врагов Израиля за рубежом. Первые такие операции были проведены на территории Латинской Америки, когда ряд известных нацистских преступников, выехавших и скрывавшихся на территории стран Латинской Америки от правосудия, были выявлены израильской разведкой, были проведены мероприятия по их похищению, доставке в Израиль и предании их суду. Сегодня МОСАД проводит операции, связанные с уничтожением исламских радикальных лидеров, которые, по мнению Израиля, представляют большой интерес и непосредственную угрозу для этого государства. Часть из этих людей просто похищаются бесследно. Мы помним последние громкие похищения, когда ряд ключевых фигур, реализующих ядерную программу Ирана, при нахождении на территории тех или иных стран бесследно пропадали. Это характерный почерк МОСАД. Я полагаю, что сегодня эти люди находятся в Израиле и в результате тех или иных мер воздействия дают нужные показания относительно того, что и как делает Иран в области своих ядерных программ. Кроме того, МОСАД обладает очень мощной агентурной сетью в арабских государствах. И в плане сотрудничества с нашими спецслужбами есть большое поле совместной работы по вскрытию тех или иных террористических акций, которые финансируются в том числе отдельными радикальными арабскими организациями для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Здесь мы с МОСАД достаточно плотно и информативно работаем по данной линии. И, очевидно, спектр взаимодействия может быть расширен и в дальнейшем. И на пятом месте я отнес бы сюда немецкую спецслужбу, внешнюю разведку БНД, которая родилась благодаря тому, что генерал Геллин, который возглавлял в Вермахте соответствующее разведывательное подразделение после разгрома гитлеровской Германии, предложил свои услуги англо-американским союзникам. Та картотега агентурная, те возможности, которые Геллин предоставил, легли в основу формирования в Федеративной Республике Германии своей собственной разведки. Сегодня БНД также имеет свои интересы в ряде регионов мира, в том числе и по контролю деятельности международных террористов. Основной уклон этой спецслужбы, он более такой аналитический, это получение экономической информации, которая позволяет Германии эффективно реализовать курс, связанный с лидерством в области европейской экономики. Вот так вот выглядит сегодня пятерка ведущих мировых разведок. Я полагаю, что в ближайшие годы вот этот рейтинг, он практически не изменится. Вместе с тем, надо отметить, что разведки эффективно развиваются и в ряде других государств. Я бы отметил в первую очередь Китай. Китайские спецслужбы сегодня активно стараются присутствовать в ключевых регионах мира и имеет, конечно, очень хорошие возможности благодаря китайской диаспоре, которая присутствует сегодня практически в любых ключевых точках планеты. Это та питательная среда, с помощью которой Китай имеет глаза и уши для того, чтобы получать ту или иную информацию. Китайскую разведку в первую очередь интересует несколько направлений. Это получение экономической информации, это кража технологических секретов. И мы помним, что вот был ряд крупных процессов в Соединенных Штатах Америки, когда китайскую разведку ловили, как говорится, с поличным в момент получения доступа к тем или иным технологическим секретам Соединенных Штатов Америки. И, наконец, это получение военной информации путем приобретения, закупки аппаратуры, чертежей, тех или иных ноу-хау военного назначения. Если сегодня мы посмотрим военный парад в Пекине, то увидим очень много фактически клонированных российских образцов вооружений, которые были получены, в том числе и благодаря проведению методов тайных операций. Помимо Китая я бы отметил также и активную деятельность, например, шведской военной разведки. Первая успешная операция ФСБ по обезвреживанию связника шведской военной разведки прошла в 1996 году в Санкт-Петербурге, а когда с Поличным был взят шведский связник, получивший от офицера Ленинградской военно-морской базы микрофильм с документами по деятельности Ленинградской военно-морской базы. И другие государства сегодня также активно реализуют курс на создание эффективных спецслужб, которые в значительной степени облегчают процесс принятия ключевых решений политическим руководством той или иной страны. Мир меняется, но цели и задачи разведок остаются неизменными. Это тайные операции, тайные проникновения в секреты, потому что помимо открытых источников любую разведку интересуют документы с грифом «секретно», «совершенно секретно» и «особой важности». Здесь мы ничем не отличаемся ни от ЦРУ, ни от МИ-6. Цели и задачи наших спецслужб в отношении указанных стран аналогичны.